Хей, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру Симс 2. Мы с вами вернулись к нашей очень странной семейке, и в прошлой серии Кетти решила вместе со своим возлюбленным переехать в квартиру. Еще мы с вами узнали, что она беременна, и я думаю, что очень скоро мы отправимся к Кетти в гости. Ну а пока что давайте посмотрим, как же живут остальные ребята из этой семьи. И я смотрю, что у графа опять проблемы с зубами. Ребят, почему у графа зубы теперь находятся за его головой? То они сначала перед головой левитировали, теперь за головой. Хотя, может быть, он настолько сильно засмотрелся на небо, что не обратил внимания, где находятся его зубы. Ну да ладно, граф тебе стоит все-таки следить за своими зубами, потому что мы с вами знаем, что эти зубы могут натворить. Давайте посмотрим, что у нас в доме происходит. Мы с вами заходим внутрь, и, кстати, нам с вами нужно будет убрать эти миски. Либо же, может быть, граф захочет завести себе еще одну собаку? Как думаете? А может быть, он кошку захочет завести? Я пока не знаю. Значит, на кухне понятное дело, что никого нет. Я так понимаю, что, скорее всего, наш снежный человек на втором этаже рисует шедевры. Здесь у нас стоит телефон. Нас тут ничего не интересует. А где Сэйди? Слушайте, в гробу никого нет. Ни в одном, ни во втором. А здесь, наверное, находится Элизабет. Да, Элизабет у нас пока что отдыхает. И сегодня вместе с Элизабет мы с вами посмотрим, как же сложатся ее отношения с двумя персонажами. Да, ребят, пока что без спойлеров. Но очень скоро вы все узнаете. Наш снежный человек решил серьезно заняться рисованием. На минуточку с каждой картиной он получает где-то примерно 500-600 семиллионов. Мне кажется, что это просто бимба. Как дела у Уильяма? И где наш малыш Уильям? Уильям отдыхает. Знаете, я вот все думаю, может быть, Сэйди стоит сделать человеком. Но мне кажется, что два вампира это перегиб. Давайте посмотрим. Может быть, у нее есть эликсир? Нет. У нас пока что паночка с жуками. У нас, получается, нет нужного эликсира. И, как вы понимаете, кто у нас занимается эликсирами? Конечно же, наша ведьма. А у тебя нету? Нет. У нее нету этого эликсира. Давайте мы с вами опустимся вниз. Ей нужно срочно сходить в туалет. И затем мы с вами должны, значит, сварить зелье вампира личин. Я хочу, чтобы все-таки Сэйди, наверное, стала человеком. Потому что мне бы хотелось, конечно, чтобы она, во-первых, помогала Уильяму с домашним заданием. И чтобы она не хотела его укусить или еще кого-нибудь. Значит, мы сейчас попросим Уильяма принять душ. Затем он, хай, сходит в туалет. И, наверное, посидит, поиграет за компьютером. Потому что, видите, у него сейчас такие большие проблемы с учебой. Не хотелось бы, чтобы у него, знаете, потом еще и с учителями были какие-то проблемы. Кстати, что у нас с домашним заданием? Он не закончил домашку, поэтому мы, наверное, попросим Сэйди, чтобы она помогла ему с домашним заданием. Кстати, вы все-таки починили душ? Ура! У нас хотя бы душ нормально работает. Как дела у графа? Как там у нас с телескопом? Ничего интересного не находишь? Посмотри, пожалуйста, на Уфос. Может быть, сегодня графу повезет с телескопом? Хотя я уже, знаете, трошки сомневаюсь. Ой-ой, ребят, наш снежный человек устал. А чего ты тут стоишь? Хорошая моя, поеди что-нибудь приготовь вкусненькое. У тебя прекрасное настроение. Давай-ка ты, наверное, подай завтрак. Нет, завтрак не надо. Подать обед. Приготовить. Давай-ка ты приготовь для всех Санта Куки с булочки. Хай, булочки приготовит. Давайте посмотрим. Уильям уже сходил в туалет. Он принял душ. Давайте мы его, наверное, попросим. О, компьютер же сломался. Поиграй в Sims 3. Ну, а мы с вами опускаемся к Сэйде. Как у тебя дела с готовкой? Я надеюсь, что она сейчас может нормальные булочки приготовить, потому что малыш голодный. Слушай, а ты не хочешь починить? Почини, пожалуйста. Ну, сломалось у нас опять здесь все. Нужно здесь починить, там починить. А кто этим всем будет заниматься? О, булочки готовы. Возьми. Быстро хватай булочки. Хватай быстрее булочки. Да не надо нырять с головой в мусорный бак. Ребята, скажите, пожалуйста, кто так чинит? Кто так чинит мусорный бак? Почему нужно обязательно нырнуть? Почему туда с головой нужно было нырнуть? Нет, я, конечно, все понимаю. Sims 2 это уникальная игра. Она мне очень нравится. Но, блин, Сэйде, ну зачем? Ну, тебе же не обязательно туда нырять. Может быть, ты лучше булочки достань? Скорее всего, булочкам сейчас, ребята, придет полный капец. Быстро бросай булочки. Ну да, нужно было ей не заниматься починкой, понимаете? Ну, конечно, у нас все сгорело. Так, где Уильям? Я так понимаю, что Уильям, скорее всего, кушать эти булочки не будет. Давайте мы, наверное, попросим выбросить вот эти вот булочки. Не надо. Пожалуйста, оставь их. Оставь. Прибраться. Давай лучше новые мы с тобой приготовим, потому что, блин, это просто какая-то жесть. Для всех приготовь еще булочки. Мы не будем ее просить сейчас что-то чинить. Наверное, починкой займется все-таки. Наш хороший снежный человек, как у тебя тут дела? Слушайте, ну он почти уже закончил. Я думаю, что Уильяма мы скоро попросим спуститься вниз. Он все-таки должен закончить домашнее задание. Хочешь, не хочешь? Кстати, а может быть, мы попросим Сейди помочь? Как думаете? Мне кажется, что идея хорошая. Элизабет создает предмет... О! Вампра. Вампра. Почему я все время говорю вампиры личин? Ну, в принципе, и так, и так правильно. Мы должны продать эту картину. Бегом. Продаем. 472. Ну ладно. Окей. Хай будет так. Значит, смотрим. Главное, чтобы с булочками было все хорошо. Продолжи готовить. Все? Все. Доставай булочки. Фух, ребята, они не сгорели. Молодец. Молодец. Умница. Приготовила наконец-то. Не надо тебе спать в пижаме. Давай-ка просто сядь здесь посиди, а мы с вами малыша сейчас должны накормить. Нет, не прибраться. Ты шо? Мы столько готовили эти несчастные позвать к столу. Давай позовем всех к столу. Ну, а ты, моя хорошая, наверное, все-таки избавься от вот этого. Прибраться. Нам это точно все не нужно. О, смотрите, у нашей ведьмы уже просто прекрасное настроение. Ты же не собиралась? Ребята, а где она взяла эту порцию? То есть, сейди пошла мыть посуду. А так как-то, знаете, так это... А, так она же ведьма. Она, наверное, знаете, там какое-то заклинание произнесла. Типа, тарелка, тарелка, иди сюда, виделка, или как-нибудь так. И все. И вот у нас уже есть здесь тарелочка. Так, хорошая моя. Ты должна, наверное, сейчас распалить. Потом палить и собрать землеон. Мы что, с вами не зря покупали вот эти вот все деревья? Так, как у тебя дела? У тебя, конечно, с досугом соу-соу. Поэтому ты, наверное, сейчас... Погоди-ка, погоди-ка. Ты, наверное, сварить, сделать партию... А ну, давай посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Вот у нас вам пролечин. Я хочу его поставить где-нибудь здесь. И мы должны его, конечно же, передать Сейди. Сейди, забирай. И ты должна выпить. Подожди, подожди, подожди. Где наша Сейди? Я что, Сейди уже потеряла? Переходим сюда. Ты должна выпить. Пожалуйста, вам пролечин. Бегом. Пей. Пей. 47 миллионов. Что ты на себя так посмотрела? Да ладно? Я же сказала, выпить надо. Вот она сейчас укусит снежного человека и все. Ребят, куда она... Куда она залила это зелье? Фух. Наконец-то она сейчас... А представляете, если бы она сделала какое-то испорченное зелье и все. И капец полный. Ну что, она стала обычным? Да, ребят. Но она не хотела, чтобы та становилась обычным персонажем. Ребятки, посмотрите, что с нашим Иваном. Дорогой мой, просыпайся, пожалуйста. Вставай из этих булочек и ложись, пожалуйста, отдыхать. Значит, ты, моя хорошая, что ты хочешь? Сотворить заклинание? Ты хочешь обниматься со снежным человеком и стать вампиром? Зачем? Объясните мне, пожалуйста, зачем? Зачем ей нужно, чтобы Сейди становилась вампиром? Вот это я вообще не понимаю. Сделать ингредиенты? Давайте, кстати, посмотрим, сотворить заклинание. Давайте, между прочим, заклинаниями займемся. Раз у нее, в принципе, только с досугом проблемы, Хайз занимается магией. Прекрасно! Нужно же было обязательно перекрыть доступ к этой раковине. Уильям, все, ты поиграл? Давай-ка ты спускайся вниз. И сейчас я хочу, чтобы ты закончил делать домашнее задание. Быстренько, у нас мало времени. А ты, мой хороший... Ой-ой-ой, ребятки. Ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что с Иваном. Хороший мой. Психиатр, ребята, к нашему Ивану психиатр явился. Все будет хорошо, не переживай. Не переживай. Все будет чудесно. Ложись, спадки, отдыхай. Поспишь и на утро будешь как новенький. Мы с вами сегодня сходим на свидание с Кристалом и с Ангелиной. Все-таки хотелось бы разобраться, кто же ближе к нашей ведьмочке. А ты куда полетел? Ложись, спать в пижаме. Я надеюсь, Уильям успел сделать хоть часть домашнего задания. Элизабет, граф может подойти? Не может. Не может. Граф занят. Давайте мы сейчас с вами отправимся... Повесь трубку. Отправимся на свидание. Позвонить, пригласить директора. Нет, пока что мы не будем явно приглашать директора. Пригласить на свидание. Так оставь ты эти булочки. Я знаю, что мы долго работали над этими булочками. Но нам нужно пригласить на свидание. Давайте сначала Ангелину. Я надеюсь, что она нас не пошлет куда подальше. Мне будет очень обидно. Пожалуйста, не шли на общественный участок. Наверное, на машине поедем. Все. Мы никого... Зачем мне брать с собой кого-то? Мы, наверное, отправимся в Зверинец. Купи меня лучший магазин. Куда мы можем с ней отправиться? Давайте мы с ней в рес... Нет, в ресторан не хочу. Давайте в парк. Мне кажется, что нашим ведьмочкам, в принципе, в парке должно понравиться. Спорт на траве. Зеленый уголок. Давайте мы отправимся в зеленый уголок. И там мы с ней проведем какое-то время. Ну и, в принципе, сможем уже решить, кто же больше подходит нашей ведьмочке. Вот это вот Ангелина или же Кристалл. Кстати, ребят, именно в этом парке наша Элизабет стала ведьмой. Ну что, я вижу, что Ангелина тоже приехала вместе с ней. Давайте сейчас проведем с ней какое-то время. Надо посмотреть, что у нас по желаниям. Значит, танцевать медленный танец, поужинать в ресторане, поговорить, подраться подушками. Прекрасная цель. И какие у нас страхи? Откажется танцевать медленный танец, неудачно поговорить и заключить однополый брак. Слушайте, ребят, так, по-моему, вот этот вот страх уже является ответом на то, с кем же все-таки нашей Элизабет стоит быть. То есть, она может с Кристаллом пожениться, а с Ангелиной у нее могут быть такие вот лямурные отношения. Но мы с вами сейчас посмотрим, чем закончится это свидание, но мне кажется, что мы с вами уже ответ на этот вопрос получили. Значит, я думаю, что мы можем пригласить ее на медленный танец и затем нам нужно подраться подушками. Подраться подушками, а где подушки? Наверное, подушки где-то в салоне лежат. Давайте посмотрим, кто у нас тут есть интересненький. Главное, чтобы тут не было Кристалла. Представляете, вдруг сейчас сюда придет Кристалл и все, и у нас будут с вами проблемы. Я надеюсь, что он сюда не придет. Я хочу, чтобы свидание прошло хорошо, но раз есть такой страх, то мне кажется, знаете, ну вот прям Ангелина нам, ну вот как бы намекает, чего она хочет от Элизабет, а чего не хочет? Танцевать медленный танец. Давай потанцуем. Потанцуем? Ооо, смотрите, какой у нас романтик. Может быть, у них будет какое-нибудь тайное местечко, где они будут встречаться. Главное, чтобы Кристалл не узнал об этих отношениях, потому что мне кажется, Кристалл будет просто в шоке. Кристалл, наверное, будет просто в шоке. Помните, что у нас было на отдыхе? Мало того, что после того отпуска Элизабет привела к себе домой снежного человека, так и затем она стала ведьмой. То есть, как вы видите, у Элизабет очень-очень насыщенная жизнь. Значит, что ты еще хочешь? Ты хочешь завести новое знакомство, значит, поиграть и подраться подушками. Будем драться подушками? Пощупать ниже спины? А ну попробуй! Давайте посмотрим на реакцию Ангелины. То есть Ангелина, в принципе, не против. А поцеловать удастся? Как думаете, сотворить? Нет, поцеловать в губы, андово, посмотрим. Ребята, у нас тут такой романтик под дождем. Оооо, все. Понятно! Ребята, я вам говорю, между этими двумя точно будут страстные отношения. Но вот Кристал, знаете, ну мне нравится этот персонаж, поэтому я бы очень не хотела, чтобы они разошлись. Так, а что у нас тут за тусовка? Что происходит? Кто у нас тут вообще гуляет? Ну этих вроде всех мы не знаем, да? Мы вроде бы с ними не знакомы. Ладно, мы не будем, наверное, пока что к ним подходить. Ооо, давайте мы пойдем все-таки подушками подеремся. Сотворить заклина. Не, это нам все не нужно. Почему она все время хочет стать вампиром? Я не понимаю, почему именно вампиром? Давай мы попробуем сейчас поиграть, подраться подушками. Но, как видите, у нас пока что хорошая святость. Ой, здрасте! Мы, кстати, еще и с Анитой хотели бы поздороваться. Подожди! Подожди, подожди, не уходи, я тебя очень прошу. Не уходи! Не уходи! Смотрите, какая красота! Смотрите, как же тут красиво! Так, все, они подрались подушками. Давайте с Анитой познакомимся. Я же хочу, чтобы у нас было много подружек-ведем. Привет! Привет-привет! Только давайте без драк, тут без использования магии. Потому что не хотелось бы, чтобы у нас тут какая-то сейчас была магическая дуэль. Мы можем ей что-то подарить? Но я думаю, что какие-то вялые помидоры точно не стоит дарить. Купить волшебную книгу, купить котел, сотворить заклинание. Ладно, мы... Оу! Воу, ребята! Меня это трошки пугает. Что ты хочешь? Страстно поцеловать Элизабет. А вот это уже интересно! Класс! Я хочу ее страстно поцеловать, а она меня подушками лупит. Ну, давай посмотрим. О, котик! Ребята, нам нужно точно завести кошку. Мне кажется, что у нашей Элизабет должна быть кошка. Здрасте! Да не надо на нас так смотреть. Главное, чтобы никто ничего не рассказал нашему Кристаллу. Потому что... А это кто такой? Подождите, ребят. По-моему, этот персонаж, кстати, в прошлой серии, звонил нашему Джейку. Мне кажется, именно он звонил и куда-то его приглашал. Ну, ладно. Мы сделаем вид, что мы его не знаем, мы его не видели. И вообще, какая кошка симпатичная! Давайте мы порадуем котика, угостим чем-нибудь. Я надеюсь, что она сейчас... Опять тараканы! Я надеюсь, что нас кошка сейчас не будет царапать. Ребята, у нас опять тараканы! У нас почему-то в каждой серии есть тараканы. О! Отличное свидание! Что? Что? Ребята! Сидеть в машине. Как вы думаете, она посидит с нами в машине? Я не знаю, как мы с вами можем это сделать. Рассказать, подарить, танцевать, купить ингредиенты. Она с нами посидит в машине? А ну-ка. Будешь сидеть? Включить магнитофон? Садись к нам. А мы можем ей предложить сесть? Ну, как бы дождик идет, все дела. Танцевать, подарить, завершить свидание. Не хочу пригласить. О! Ребята! Мы тут решили музыку послушать в машине. Дождик идет. Ничего такого. Вы понимаете, что сейчас может произойти? Я так понимаю, что нам нужно еще прокачать наши отношения. И затем мы с вами смогли бы выполнить вот тот пункт. Она опять хочет с ней страстно целоваться. Я вам говорю, у них будут самые страстные отношения в этом проекте. Главное, чтобы не застукал Кристалл, ребята. Вот это самое-самое главное. Вот, видите? Видите, видите? Впервые заняться с Элизабет. Ну, можно, конечно, сейчас попробовать. Мне кажется, что уже точно. Можно сидеть в машине. А ну-ка, давай. Фух, ребят, я перепугалась, что это наш профессор. А вы помните профессора? Помните, у нас были отношения с Реем? И, знаете, я смотрю, идет парнишка в такой же одежде. Я еще думаю, так, подождите. Это как? Это почему? Рей же вроде давным-давно с нами не пересекался. Я уже успела перепугаться. Пригласить. А ну, садись, давай. Давай, садись. Они пришли сюда танцевать, понимаете? Либо она танцует, либо она топчется по тараканам. Я пока не очень понимаю. Садитесь. Может быть, сейчас удастся? О, поцеловать. Ребята, можно уже поцеловать. Можно страстно. О, а теперь нам доступен этот пункт. Кстати, у нас три часа дня. Я думаю, что, может быть, мы успеем еще сегодня отправиться из Кристалла на свидание. Но я не знаю пока что. Воу, ребята! А я-то думала, что они сейчас просто выйдут из машины и все до побачения и врубачения. Нет! Причем мне нравится, что персонажи продолжают танцевать возле машины. Знаете, как будто бы... Ну, а что такое? Ну, подумаешь, машина трясется. Вот это, я вам говорю, самое идеальное свидание. Но заключить брак, заключить помолвку они не хотят. То есть мы с вами просто получили ответ на наш вопрос. Давайте посмотрим. У нас тут хоть какая-то еда есть. Наверное, пойдем что-нибудь сейчас приготовим. Но сначала желательно сходить в туалет. А где у нас Жо? Жо у нас, по-моему, вот здесь воспользоваться. И надо бы перекусить. Поджарить гамбургеры. Быстренько сейчас поджарим гамбургеры. Потому что, видите, она голодная. Не успела же перекусить дома. Не успела. Давай, бегом, бегом, бегом. У нас незабываемое свидание. Я так понимаю, что мы же можем от нее какой-то крутой подарок получить. Но я на это очень сильно рассчитываю. Ребята, а почему Бритни все время ходит за нашей ведьмой? Может, она тоже хочет стать... Ты не хочешь стать ведьмой? Мы можем ее поприветствовать. Эй, привет, соседка по кабинке. Привет, привет. Пойди поешь. Быстренько сходи покушай. Где наша ведьма? Куда она уже успела переместиться? Ребята, я надеюсь, что у нас сейчас пожар не будет. У нас пожара сейчас здесь не будет. Надеюсь, без пожара. А где, кстати, вообще наша подружка? А вот она гуляет. А эти все еще танцуют. Прекрасно. Эти все еще танцуют. У них, знаете... Ой, ребята, хот-доги. Может быть, надо было тыцнуть хот-дог? Ну ладно, не будем тыцать у них хот-дог. Мы съедим свои собственные гамбургеры. Блин, она уже и устать успела. Ой, блин, я так понимаю, что либо у нас будет ночное свидание с нашим бойфрендом, либо же, скорее всего, мы его перенесем на следующий день, потому что видите, как она сильно устала. Скушай, пожалуйста. Извините, занято. Нет, подошли, мне нравится. О, тут кто-то раздает гамбургеры и хот-доги. Мы тоже хотим попробовать. Ангелина не хочет, да? Ну, ребят, мы с вами получили ответ. То есть, она, смотрите, боится отказа в уху. Она боится помолвки и свадьбы. То есть, в принципе, все логично. Она хочет, чтобы у них все было страстно, круто, прикольно, но без каких-то, ну, серьезных отношений. Поэтому я думаю, что мы посмотрим, какие страхи и желания будут с Кристалом. Прикиньте, будет то же самое. Ну, как бы, Кристал тоже боится помолвки и прочего. И это будет, конечно, совсем странно. Но я думаю, что как раз с Кристалом у нее выйдут такие вот прям серьезные отношения. А с вот этой ведьмочкой мы будем периодически пересекаться. Осталось две. Одна. И у нас незабываемое. Тебе удалось добавить капельку волшебства в наше свидание. Ребят, это просто вот... Все было просто потрясающе. Да я, в принципе, не сомневалась. Но нам нужно с вами ехать домой отдыхать. Потому что, как вы видите, ехать домой. Настроение сейчас у нашей ведьмочки упадет ниже некуда. Здравствуй, гнусный шарлатан. До побаченняя. Нам нужно уже уезжать. Все. Бросай ты свои бутерброды. Бросай все. Смотрите, какая романтика. Смотрите, какая романтика. Подождите. Аккуратненько. Аккуратненько. Я, конечно, понимаю, что она хочет получить удар молнии. Но мы же с вами не хотим потерять нашу Элизабет. Тем более после такого свидания. Поэтому сейчас мы с вами отправляемся домой. И заодно посмотрим, как дела у Сейди, у графа, у снежного человека и у Уильяма. Ребят, вы не поверите. К нашей семейке приехал социальный работник и сейчас заберут Уильяма. Сколько я просила Сейди, сколько я просила графа, чтобы они занимались с ребенком. Но у них постоянно находились какие-то другие дела. И в итоге сейчас заберут Уильяма. Причем я достаточно много играла вне записи. И вроде как иногда они даже помогали ему с домашним заданием. Но все равно, видимо, той помощи было мало. И к нам приехала вот такая дамочка. И сейчас она заберет Уильяма. Ребят, я не думала, что эта серия будет такой грустной. Может быть, нам, конечно, удастся вернуть его назад. Подождите, а где вообще Уильям? А где вообще Уильям? Он же вроде как... А, вот где Уильям. А это кто такой? Эмиль Сукайло. А, это же коллега нашей Сейди. Честно говоря, я не думала, что у нас до такого дойдет. Помните, как было с Элизабет? Граф тоже не особо ухаживал за малышкой. Но я так понимаю, что здесь у нас ситуация похуже. Она, видимо, хотела разбудить графа, но граф спит в гробу. И просыпаться, видимо, он не решил. Да, друзья мои. Я не ожидала, что у нас серия получится такой. Здравствуй, Эмиль. Пока, Эмиль, я с тобой общаться не собираюсь. Давайте мы попросим, наверное, взять отходы. И затем мы встретимся с Кристалом. Выбрать блюдо. Я надеюсь, что это желе еще можно кушать. Как думаете? А может, мы с вами попробуем сейчас позвонить в детский приют. И, может быть, мы с вами сможем вернуть Уильяма. Услуги нас интересуют. А ну-ка, давайте попробуем. Агентство по усыновлению. Есть одна небольшая проблема. В нашей базе данных значится, что ранее из вашей семьи уже забирали ребенка. Это все граф виноват. Это все виноват граф. Вот просила я его столько раз. Особенно ночью. Когда он свободен. Когда у него идеальное было настроение. Ну, займись ты ребенком. Да, они делали домашнее задание. Потом он отправлялся смотреть на свои звезды или телевизор. И все. До побачения. Евробачения. Ты чего вылез? А, это не граф. Это наш голодный. Давай-ка мы спустимся вот сюда. И попросим его, наверное, поужинать лапшой. Хай перекусит. Ну, а мы с вами должны посмотреть, как дела у нашей Элизабет. У нее, в принципе, все прекрасно. Нужно пойти полить раз. Полить два. Мне, кстати, что-то подсказывает, что у Сейди, в принципе, очень неплохие отношения с вот этим вот коллегой. Потому что он достаточно часто к нам приходит в гости. Слушайте, а может быть, это не просто коллега. Учитывая, что граф сейчас в гробу. Он же ничего не увидит, да? А ну, давайте посмотрим, какие у нее отношения с Эмилем. Я не буду смотреть сейчас вот уточки. Я хочу... Оу-оу-оу-оу-оу, ребята! Я так понимаю, что он не хочет при свидетелях с ней флиртовать. Но Элизабет просто в шоке. Она думает, что тут происходит? Нужно как можно скорее отсюда валить. Давайте попробуем позвонить сейчас. Нет, не персонажу. Мы должны пригласить на свидание. Пригласить на свидание. Ну и посмотрим, как Кристал отреагирует на это приглашение. Вообще, пойдет он с нами на свидание или нет? Вот, Кристал. Мы, кстати, очень давно Кристал не видели. Кристал, привет! Кстати, знаете, кто днем приходил к нам в гости? К нам днем в гости приходил Джейк. Для чего не знаю, Элизабет отдыхала, поэтому я решила ее не будить. Но, знаете, я не ожидала увидеть здесь Джейка. Так, конечно же, мы на общественный участок. Машина. Мало ли, вдруг они захотят там поразвлекаться. Никого мы с собой брать не будем. Я думаю, что мы можем в ресторан. Любите экзотику? Вот, прекрасно. Мне кажется, что это просто идеальный вариант. Ну а наши ребята остаются, конечно же, дома. Ну что, как думаете? Как пройдет свидание с Кристалом? Удачно или же не очень? Самое интересное, что прямо перед загрузкой этого ресторана у меня вылезла табличка, что Кристал нас ждет уже очень долго. Я уже думала, ну все, мы сейчас приедем. Кристал будет очень злой и скажет, я не хочу с тобой больше ходить на свидание. Но, видимо, нам с вами повезло. Слушайте, какое симпатичное местечко. А мне здесь нравится. Прям очень нравится. Можно будет здесь уединиться. Хотя у нас с вами есть машина. И здесь тоже можно уединиться. Ну что, как думаете, ребят? С Кристалом получится какие-то отношения построить или же нет? Давайте, наверное, сразу же его обнимем. Прыгнем ему на руки. Мы с тобой так давно не виделись, ребята. На что, действительно пульт используют для того, чтобы поставить сигнализацию? Ну что, давайте смотреть. Значит, что он хочет? Поужинать в ресторане. Поиграть. Поговорить. Танцевать медленный танец. Потанцевать Элизабет. Страхи. Не захочет играть. Неудачно поговорить. Откажется танцевать медленный танец. Подождите, а где поцелуй? А где романтика? В смысле, она откажется поиграть? Представляете, какие проблемы? Ох, поймал. Фух, я уже перепугалась, что он сейчас ее может уронить. Такой, типа, что мы с тобой давно не виделись? Я не хочу ничего сейчас делать. Поделитесь подушками. Подушки, это просто бимба. Ему должно понравиться. Или мы выбрали с вами не подушки, а играть в мяч? Ну хорошо, играйте в мяч. А это кто такой? Я его уже видела. Я его уже где-то видела. Ну ладно, не будем сейчас его трогать. А что у нас тут такое интересное? Это нас с вами пока что не интересует. Хотелось бы, конечно, перекусить. Но, как вы понимаете, мы с вами выбрали трошки не то место. Ты куда? В туалет ты хочешь? Мы же вроде бы тебя отправляли в туалет. А он, между прочим, тоже поднимается на второй этаж. То есть мы сейчас с вами можем сесть на этом диванчике. И, может быть, мы проведем время... О, ребята, все, бимба. Садись, пожалуйста. Только вот здесь садись. Рядышком. Садимся рядышком. И мы с вами сейчас попробуем с ним как-то пофлиртовать. Тут полоскать. Давай попробуем сотворить заклинание. Какое заклинание? Кстати, а что он еще хочет? Элизабет больше не ведьма. Ах, вот оно что, ребят. Смотрите. То есть он не хочет, чтобы она была ведьмой. Угу. Ну, ладно. Давай попробуем его легко поцеловать. Начнем с легких поцелуев. О, смотрите, какая милота. Надо сейчас с ним попробовать, конечно, потанцевать мельный танец. Ребят, у нас опять идет дождь. Да что же это такое? Стоять. Кэти? Ребята, смотрите, кто пришел. Ребята. Кэти и Тимофей? Серьезно? Так. А ну давайте посмотрим. Что это такое? А почему это она пришла сюда? И играет в шахматы с Тимофеем? Ребята, а что мы с вами пропустили? Так, вот это уже интересно. Вот это уже прямо очень интересно. Как думаете, ребят? А, подожди, может потом поцелуемся? Давай пойдем потанцуем? Все, вставай, моя хорошая. Нам с тобой нужно сейчас идеально незабываемое свидание провести. Вставай. Давай потанцуем. Давай потанцуем с тобой. Пригласить на медленный танец. Я надеюсь, что он нам не откажет. Надеюсь, что не откажет. Потому что если откажет, то будет, конечно, очень обидно. Они еще хотят помимо медленных танцев... Что? Что-что-что-что? Давай посмотрим. А, у нас все поменялось. О, поцелуй. Наконец-то. Поцеловать, Элизабет. Давайте попробуем поцеловать в губы. Вот с нашей дой-ведьмочкой. Ну, с вами удалось стать здесь. О, о, о. Пошли поцелуи, ребята. Все. Все понятно. Страстный поцелуй. Нас теперь интересует страстный поцелуй. Все. До побачения и врубачения. Нам нужно сейчас тебя страстно поцеловать. Ну, то есть, в принципе, пока что свидание идет очень даже неплохо. Прям очень даже неплохо. Но, опять-таки, может быть, у него сейчас поменяются вот эти вот все желания. И в итоге он такой скажет... Не, ну я тоже... О, 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 о. Ребята, ребята. Это то, что нас с вами интересует. Пойдем. Пойдем посидим в машинке. Пойдем. Сидеть в машине. Ребята, а где Кэти? Меня смущает, что сюда пришла Кэти. Она поиграла в шахматы и ушла. И я не вижу ни Джейка, ни кого-то еще. Как вы думаете, зачем она сюда пришла? Вот мне становится интересно. Я понимаю, что она, наверное, просто так сюда решила заглянуть. Но, блин, мне уже очень интересно. Ой, смотрите, какая влюбленная физиономия в него. Все. Цико Ханни. Так, давай-ка мы ему предложим присоединиться. Давай, садись к нам. Давай, садись в машинку. Я не могу ему предложить. Ребята, пригласить. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Пригласить. Садись, пожалуйста. Уйдите. Парниша, уйди отсюда. Ты мешаешь. Вы тут, понимаете, встал и все. И он не может сесть к нам в машину. Ну-ка садись. Давай, садись. У нас сейчас с тобой тут будут развлечения. Поцеловать. Мы можем включить свет. И можно... Подождите. Подождите, подождите. О, есть у нас еще и такой поворот. Вы представляете? Как думаете, Кристалл откажется? Нет? Отличное свидание. Ты просто замечательно. Ей нужно в туалет и покушать, ребят. Ей нужно и в туалет и покушать. Да зачем тебе тот дождь? Забей ты на этот дождь. Что, он не хочет? А, конечно, не хочет, ребят. Конечно. Конечно, он все хочет. Жалко, конечно, что... Включи магнитофон. Прекрасно. Забыли музыку включить. Зато сейчас все сюда придут. Такие, ой, а что? А что это такое? А шо тут ведь бывает? И все. И будет, конечно, неловкая сит у Йовина. Так, давай посмотрим. Они опять хотят страстно целоваться. Но, в принципе, смотрите. В плане помолвки, в плане свадьбы, он ничего не говорит. То есть, я так понимаю... Подожди, они, может быть, уже давно помолвлены? А, ребят, они давно помолвлены. Я забыла, что они помолвлены. Я помню, что вроде как она делала ему предложение еще во время отпуска. Но как-то оно у меня вылетело из головы. Тем более, он нам не звонит. Я уже думаю, может, забыл. Но, с другой стороны, раз он не переживает из-за их свадьбы, то я думаю, что, в принципе, и так ответ очевиден, что у нас будет дальше. Давайте, может быть, пойдем подкрепимся чипсами. Хочется, действительно, перекусить. Нас вот это вот сейчас все не интересует. Блин, жалко. Жалко, что здесь нет Кетти. Хотелось бы, может быть, еще и с ней время провести. Но, окей. Мы сейчас, наверное, еще с ним страстно поцелуемся. И затем, я думаю, что мы можем Кристаллу предложить к нам переехать. Понятное дело, что наши ребята будут жить отдельно. У меня есть несколько интересных идей. И, опа, смотрите, Наташа сюда пришла. Мы можем ее поприветствовать. Я хочу скушать чипсы. Ты что, хочешь, чтобы я с тобой чипсами поделить? Нет, я своими чипсами не делюсь. Не-не-не, да, можешь отходить. Я не делюсь ни с кем чипсами. Чипсы, это моя прелесть. Чипсы. Кстати, ребята, какие чипсы вам нравятся больше всего? Напишите в комментариях, как вы думаете, какие она чипсы кушает? А ну, покажи. По-моему, обычная с солью. Но я не уверена. Ребята, а где? А где? А куда делся? Подождите, ребята, а куда делся Кристал? Что, ушел наверх? А, вон он. Он в туалете. Ну, ладно. Окей, не захотел чипсы. Ну, мог пойти взять себе пачечку. Знаете, ребят, раз он не переживает по поводу свадьбы, по поводу их отношений, я думаю, что мы с вами можем сделать вывод о том, что с Кристалом все-таки они поженятся. Нужно будет сейчас пригласить его, конечно, в нашу семью. А вот с Ангелиной они периодически будут встречаться в каких-то секретных местах. Я не скажу в каких, я думаю, что у нас будут какие-то специфические места, в которых мы будем видеться. И я думаю, что нужно будет действительно видеться так, чтобы Кристал не узнал. Поцеловать воздушный поцелуй. Пошли ему воздушный поцелуй. Мне нравятся страхи стать вампиром. То есть кто-то у нас боится вампиров, кто-то у нас не боится вампиров. Вот мне нравится, что наш снежный человек то хотел стать вампиром, то хотел стать ведьмой. И вы знаете, такие вот очень-очень интересные идеи. Кстати, по поводу снежного человека, мне кажется, что снежный человек переедет вместе с Элизабет. Я не думаю, что он захочет остаться в семье Сэйди и Графа. Ну нет, ребят. Ну он как бы все-таки привязан к нашей Элизабет. Поэтому мне кажется, что он переедет вместе с ней. Я вижу, что здесь появилось достаточно много персонажей. Нас они вообще не интересуют. Но у нас еще есть целых две минуты. Мы, кстати, можем их отправить наверх. Может быть, они захотят поиграть вместе в шахматы. И затем мы с вами уже будем отправляться домой. Можно было бы, конечно, потанцевать. Но тут так много других персонажей. Они нас все не интересуют. А вот после того, как мы с вами вернемся домой, мы обязательно пригласим к себе Кристалла. Что? Кристалл станет вампиром? Ребята, зачем ей это? Объясните мне, пожалуйста, зачем ей Кристалл, который станет вампиром? Хватит с нас уже вампиров. Мне кажется... Ооо, смотрите, какая романтика. Мне кажется, уже достаточно. Вот может быть, может быть, он у нас тоже будет очень активно увлекаться ночным небом. Так, а ну не смотри на всяких дамочек. Может, ты сам... Подожди, подожди, подожди. Так, не надо. Садись, лучше поиграй с нами в шахматы. Слышь, отправился к красавице. Ты кто вообще такая? Как тебе вообще... Место занято! Это как называется? Место вообще-то занято. Василиса. Нет, Василиса, не надо. Почему они все время... Ребята? Ооо! Машми, ты кто такая? К нам на свидание приперлась какая-то девица. Да я сейчас... Как... Не создам ни одно заклинание. Слушайте. Надо ее разозлить. Давайте мы выплеснем напиток в лицо. Вот это, вы представляете, значит, подходит такая девица. Мы тут сидим с нашим возлюбленным. А она, получается, подходит и пытается строить глазки ему. Ребята, вот это мне не нравится вообще. Привет! Здравствуйте! Давайте попробуем поиздеваться. Ну, мы же с вами очень злая ведьма. Нам как бы можно это сделать. Ребята, а может быть, она его бывшая девушка? Я не знаю. Как вы думаете? Подраться. Ребят, мы можем на нее наброситься. Вы посмотрите, какое у нас свидание. Слишком много ты о себе воображаешь, Элизабет. Я работаю на мебельном складе, где бывают распродажи. И я прослежу, чтобы мебель всегда влетала тебе в копеечку. Ребята, да, и играли. Зато мне нравится, что Кристалл вот просто идеально относится к нашей Элизабет. У него идеальное отношение к этому свиданию. И оно вышло просто незабываемым. Но точно для нашей ведьмы оно будет незабываемым. Как вы думаете, кто победит? Кто победит из этих двоих? Четыре, три, два, один. Конечно, Элизабет! Это было лучшее свидание в моей жизни. Пожалуйста, ну пожалуйста, пожалуйста, давай еще куда-нибудь сходим. Все, Лашми, ты не получишь Кристалла. А вот мы с вами гордо можем ехать домой. И затем мы должны в гости к себе пригласить Кристалла. И он должен к нам переехать. Элизабет вернулась домой в отличном настроении. Сейчас она должна пригласить в гости Кристалла. Я очень надеюсь, что он согласится прийти. Сейчас вроде как время не очень позднее. Да, всего лишь 8 часов вечера. И я очень надеюсь, что сейчас она сможет предложить ему к нам переехать. Кстати, обратите внимание, что Эмиль все еще у нас в гостях. Так, давай позвонить персонажу. Как думаете, Сейди нравится Эмиль? Или Эмилю нравится Сейди? Мне что-то подсказывает, что мы с вами его уже не первый раз видим у нас дома. И мне кажется, что, может быть, все-таки с Эйди интересно с ним общаться. И, может быть, она хотела бы с ним попробовать построить какие-то отношения. Потому что, видите, с графом у них как-то, ну, не то чтобы не складывается. Но вы видите, что с графом у них какие-то очень странные отношения. Хорошая мысль. Сейчас буду. Ребята, к нам сейчас приедет Кристалл. И мы наконец-то, наконец-то с ним съедемся. А вот и Кристалл. Давайте мы, наверное, его поприветствуем. Я не думаю, что есть смысл заходить сейчас в дом. Потому что, если граф захочет его укусить, то у нас будут очень-очень большие проблемы. Кстати, я бы хотела посмотреть, как дела у нашего снежного человека. Пойди, пожалуйста, прими ванну. Как дела у Сейди? Сейди проголодалась. Она отправилась отдыхать. Как дела у графа? А граф решил полежать и посмотреть телевизор. Лежи. Только не подходи к Кристаллу. Потому что я не хочу, чтобы Кристалл становился вампиром. Не хочу. Кстати, а где мой подарок? Кристалл, а где подарок за свидание? Я надеюсь, что мы его когда-нибудь увидим. Ну что? Мы представлять, наверное, его не будем. Предложить остаться на ночь. Переехать. Давайте сначала предложим ему остаться на ночь. Хотя нет, ребят. Давайте мы, наверное, сразу же предложим ему переехать. Мы в плане брака, думаю, что будем все отмечать. Но не знаю. Мне кажется, что, наверное, уже после переезда. Можно, конечно, здесь отметить. Но, ребят, я боюсь, что граф перекусает всех. Граф захочет одного, второго, третьего укусить. И все. И потом у нас будут проблемы. Ребят, 31 тысяча символионов. Вы представляете? То есть теперь мы можем в этом доме сделать ремонт. Как вы понимаете, когда наши ребята переедут, они переедут со своей суммой. Что такое? Тебе не нравится? Тебе не нравится вот этот стул? Кстати, почини, пожалуйста. Почини, пожалуйста, мусорку. Она у нас сломалась. Спасибо. Мне будет очень приятно. Только не говорите, что граф идет его кусать. Что он хочет сделать? Укусить за шею. Ребята, да что это за мания у графа? Все время всех кусать. Объясните мне, пожалуйста. Почему ему постоянно нужно кого-то кусать? Мы сейчас, кстати, попросим продолжить его рисовать. Ну а с Эйди, наверное, все-таки стоит пойти покушать. Иди кушай! Лучше не проводи много времени с графом. Кстати, слушайте, а может быть действительно с Эйди стоит сойтись с Эмилем? Ну, с Эмилем у них пока что такие отношения, знаете? Соусу... Нет! Нет! Что? Какие принять поздравления? Какие поздравления? Это какие поздравления? Меня смущают все вот эти поздравления от графа. Я знаю, чем заканчиваются его поздравления. Укусом в шею. Граф, спасибо, я пошла. Все. До побачения, евробачения. Смотрите, уже Эмиль познакомился с Кристалом. Все. Никаких проблем. Знаете, я вот не удивлюсь, если в итоге с Эйди действительно будет с Эмилем. Потому что мне кажется, что с графом она не особо счастлива. А вот Эмиль все-таки достаточно, я смотрю, что хорошо к ней относится. Ну что, ребят, в этой серии наша Элизабет наконец-то сделала выбор. Она не знала, с кем она хочет быть. Она хочет быть с Ангелиной или же с Кристалом. С Ангелиной она отношения не порвала. У них очень страстные, бурные отношения. Но все-таки с Кристалом, видимо, ей хочется быть больше. Поэтому, друзья мои, в следующей серии, я думаю, что наши ребята поженятся и переедут в новый дом. Ну и мы, конечно же, обязательно с вами заглянем в Кейти и посмотрим, как у нее делишки. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok